три столба такие можно назвать их звери не звериные специальные фуху жану смирение тигра стоп хорошо прорабатывают ноги и поясницу да все тело мы чуть по длине и делаем вот такое вот такое положение ног чуть больше вести ла смещаем назад я поворачиваюсь насколько возможно фронтально вот к этой ноге сажусь на заднюю ногу но стараться не столько на мышца сколько вот на костях как бы сеть чтобы мышцы не были при напряженными и в этом положении немножко еще наклоняясь вперед здесь обратить внимание что мне ширина определенная вот как будто сел на тигра хватило мой бедрами здесь за шею здесь за бог взял локти немножко раскрыты и тигр подо мной пытается вырваться он дергаться вперед назад влево право а я стараюсь на нем усидеть такого рода я покажу заметно вот назад вперед но опять же мы это все прячем внутри вот в этом положении мы какое-то время работаем и работает сознание цуань форма тигр с ней работаем взгляд направлен поменяем ногу долго не надо вот здесь где голова тигра фухуджан я кратко сейчас не стоит задача именно этот столб научиться делать те кто знаю знает обращаю внимание на такой обзор того что обзор фухуджан очень хорошо прорабатывается ноги укрепляется и за счет того что вот есть небольшой наклон нас и поясница хорошо неплохо сяну джан усмирение дракона делаем шаг левой ногой вперед разворачиваем левую ногу в сторону вот таким сзади колено выпрямлено передняя колено чуть сгибаем чтобы колено было над стопой важный момент немного наклоняюсь вперед сторону перед ноги и одновременно поворачиваюсь назад так чтобы видеть пятку одна рука у меня на уровне груди ладонь низ 2 на уровне тазобедренного стола вот и взгляд направляю назад и здесь я представляю что оплатил дракона правой рукой за шею взял левый за хвост сам дракон и называется во всех направлениях я стараюсь уже вместе с ним слиться придерживать его и здесь но если брать базовые направления вот назад перевод вот такую пруга усилия вверх вниз вот такое спиральное усилие наружу внутрь чуть больше вот на распирание и вот здесь я уже работаю с драконом вот сейчас мы долго не будем раскрутились и в другую сторону правая нога впереди я поворачиваю сторону перед ноги с этой стороны хорошо и теперь чтобы вы не отвлекались на форму я содержание обрисую здесь здесь мы на востоке дракон считается таким существом которое постоянно меняется невозможно хватить кстати в отличие от таких западного представления здесь дракона какого-то отрицательного не имеет смысла а это существо которое постоянно меняется и мы вот эту готовность к изменениям переносим во все аспекты и нашей жизни а конкретно практик касается в том что я все время вот как дракон изывается у меня все тело вот такую пластичность приобретает внутренние движения все тело постоянно живет я покажу сейчас более заметно а потом упакую внутри более заметно вот так выглядит все тело живет здесь здесь постоянно спонтанно вот это изменение она начинает жить своей жизни а потом это все углубляем внутрь упаковываем и не так заметно ну вот и конечно здесь для спины для поясницы просто праздник какой-то потому что мы растягиваем нашу спину поясницу и одновременно подкручиваем если так упрощенно это очень полезно для спины вот и наконец столб дули джоан столб на одной ноге хорошо балансирует как на уровне физики так на уровне ума потому что если ваш ум возмущен не так спокоен то вас постоянно будет болтать давайте попробуем сделать обхватываем шар переносим весь тел на левую ногу поднимаем правую примерно у колено макушку у нас также подвешено и вот стопа у меня дает вниз немножко а макушка тянет вверх и есть весь его такое скручивающие усилия это подвесил макушку укоренился и потихонечку прощупаю усилия тоже по всем направлениям вверх-вниз наружу внутрь вперед назад вот и потом на другой ноге и здесь есть и усилия тигра и усилия дракона и вот но можно представить как журавль стоит на одной ноге тоже вот так Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 можно хоть с 5 минут начать хочется дольше вы привыкли добавили но как любое действие регулярно нужно делать его постепенно каждый день желательно каждый день регулярно вот а по времени добавлять там по минутке как угодно и посильно если вам тяжело вот этот столб делать пожалуйста сюда потом привыкли расслабили мышцы здесь вам легко и здесь легко поэтому правило трех п посильно постепенно и постоянно вот когда мы в столбах уже проработали тело отпустили напряжение проработали основную нашу идею связь сознания с телом а это будет получаться когда вы уже научились сосредотачиваться отпускать все умственное напряжение успокоились успокоили мышцы в итоге мы на самом деле выходим до успокоения сердца пока там сердце беспокойное все это будет дальше идти вот эту работу сделали начинаем в движении тестировать движение но самые какие базовые наши три базовые шли больше ушли начинаем подталкивать воду медленно сопротивление воды чувствуя и здесь видите у нас все направления есть внутрь есть вперед есть вверх видите единое усилие всего тела вот это одни руки были бы да вот как обычный человек делают а у нас все тело а больше того посмотрите пластика как у нас меняется в зависимости это тоже работа ума я представляю что вода надавливает вот она сама собой у меня выстраивается текучая непрерывное движение шли тестирую единая силу силу в таком едином непрерывном движении шли и Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok